Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! В этом видеоролике вы можете увидеть процесс изготовления паяльного фена по представленному эскизу. Желающие могут сразу перейти по ссылке, чтобы увидеть фен в работе. Наиболее сложным в изготовлении узлом фена является металлический корпус нагревательного элемента. Он собран из трёх деталей – стакана, трубки и шайбы. Стакан из нержавеющей стали позаимствован у банки литий-ионной аккумуляторной батареи для ноутбука. Внимание! Перед разборкой аккумулятора нужно обязательно его разрядить с помощью мощного резистора с сопротивлением 5-10 Ом. Сначала от стакана отрезаем крышку, используя для этого ножовку по металлу, закреплённую в тисках. Режем стакан в том месте, где в цилиндрической части имеется углубление. После того, как крышка удалена, край стакана нужно тщательно выровнять, чтобы потом легче было удалить содержимое. Разборку аккумулятора лучше производить за пределами жилого помещения, так как его содержимое токсично. Чтобы надёжно удерживать аккумулятор в руке, наматываем на него несколько слоёв кожи, винила или подобного материала. Во время высверливания пластины электролита аккумулятор может прокручиваться в защитной оболочке. Но я, тем не менее, сохранил её до окончательной сборки корпуса, так как эта плёнка защищает стакан от чрезмерных нагрузок, могущих вызвать деформацию. Для высверливания отверстия в торце стакана используем шайбы, подобранные под внутренний диаметр стакана. Одна из этих шайб станет деталью корпуса нагревателя. Чтобы при рассверливании отверстия надёжно закрепить шайбу, можно использовать вот такой нехитрый приём. Ответственная операция сверления стакана. Я её выполнял в два этапа. Сначала сверлил меньшим сверлом, а потом большим. Для обеспечения соосности отверстия с корпусом стакана использовал вышеупомянутые шайбы в качестве шаблона. При сверлении всех тонкостенных деталей этого фена использовались свёрла с заточкой цифенбор. Последняя деталь этого узла изготовлена из секции телескопической антенны. Нужный отрезок получен уже знакомым методом, с помощью ножов и зажатой в тиски. Такой способ резки защищает от повреждения тонкостенные детали, но не защищает руки. Будьте осторожны. Чтобы закрепить трубу в стакане, один из её краёв пришлось развальцевать. Сделать это несложно, так как телескопические антенны изготавливают из довольно пластичной латунь. Для крепления деталей этого узла я выбрал винты, хотя можно было бы применить и тонкие медные заклёпки. Если использовать раздельные источники питания для нагревателя и вентилятора, то на плате фена достаточно разместить только три электротехнических клеммника. Если же источник общий, то на плате придется установить с десяток радиоэлементов и радиатор охлаждения транзистора. Схема и чертежи всех деталей есть в сопроводительной статье. Мотаем спирали нагревателя на оправке с упором, если не хотим отмерять расчётную длину микрового провода рулеткой. Для предотвращения возникновения дугового разряда в угревателе используем керамический изолятор. Его можно изъять из линии задержки от старого телевизора. Как видите, разобрать линию задержки несложно. Разрезать керамическую трубку проще всего абразивным кругом, корундовым или алмазным. Для предотвращения замыкания витков нагревателя с корпусом помещаем внутрь стакана кусок слюды или меконита, свёрнутого в трубочку. Просовываем один из выводов каждой спирали в керамический изолятор. Для предотвращения межвиткового замыкания растягиваем спирали до заранее нанесённой метки. Отмеряем нужную длину выводов спиралей нагревателя и обматываем их лужёным медным проводом, чтобы надёжнее зажать концы спирали в электроклемниках. Тепловой экран, как и остальные детали, изготавливаем по чертежу выкройки. Выкройки и подробную информацию о расчёте фена можно найти, пройдя по ссылке, которая сейчас видна вверху экрана. В качестве корпуса фена используем полиэтилентерифталатовую бутылку от воды. Сделав два пропила, превращаем горлышко бутылки в четырёхлепестковый цанговый зажим. Стеклотканью изолируем корпус нагревателя от теплового экрана. Придаём цилиндрическую форму пластинам теплового экрана. Вставляем корпус нагревателя вместе с пластинами в горлышко бутылки и фиксируем крышкой, которой предварительно прорезаем отверстие. Установка узлов фена внутри бутылочного корпуса несколько затруднена, поэтому лучше выбрать прозрачную бутылку. Русские компенсоры Русские компенсации Русские компенсации Ру español Русские компенсации Алла Стоит также обратить внимание на то, что при использовании бутылки другой формы придется скорректировать размеры скобы и резьбовой втулки, которыми плата питания крепится к стенке бутылки. То же самое касается и хомута, крепящего вентилятор. Его длина напрямую зависит от периметра используемого вентилятора. Фен собран, приступим к полевым испытаниям. Проверим предельные возможности фена. Как видите, при снижении скорости воздушного потока можно получить температуру струи, превышающую 600 градусов Цельсия. Это подтверждает и вспыхнувший листок бумаги. Равномерность нагрева и форму воздушной струи проверяем по потемнению бумаги. Скорость плавления припоя тоже неплохой показатель производительности фен. Благодаря своей 300-ваттной мощности данный фен позволяет демонтировать более крупные детали, чем его младший 100-ваттной братишка. Добавляем. Благодаря своей системе. одних и тех же деталей, вызванной ошибками при съемке двумя камерами. То есть дважды пришлось все впаивать обратно. По сравнению с использованием медицинских игл, сплава Розе и прочих приемов, демонтаж даже морально устаревших радиодеталей с помощью этого пена оказался совсем неутомительным. Продолжение следует... Продолжение следует...